Привет, студент! Формула удачного дня проста. Бодрость духа, хорошее настроение и выпуск студенческих новостей Универньюз. С тобой Аскар Галимов. Сегодня в выпуске ты увидишь. Рустам Миниханов и Ильшат Гафуров посетили чемпионат WorldSkills в Объединенных Арабских Эмиратах. Для студентов КФУ с лекции выступил Энрике Марейро Коста из Бразилии. Смеются все. В Казани стартовал второй международный стендап-фестиваль. Президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили чемпионат WorldSkills. Он проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров с делегацией Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Минихановым посетил соревнования по профессиональному мастерству WorldSkills 2017. Чемпионат проходит в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абу-Даби. Соревнования проходят в шести блоках профессий. Строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Церемония награждения победителей и закрытия чемпионата состоялась 19 октября. В ее рамках прошла презентация России и Казани, столицы WorldSkills 2019, а также передача флага соревнования Российской Федерации. Помимо посещения соревнований, у ректора Казанского Федерального Университета запланированы встречи с руководителями университетов-партнеров КФУ. Также он посетит ведущие вузы и научные центры страны для изучения перспектив сотрудничества. Артем Тупичкин, Универньюз. С 19 по 21 октября в КФУ проходит Международный саммит языков и культур. Основное направление работы форума – сопоставительное и сравнительно историческое изучение культур и языков. О том, как это было, ты увидишь в следующем сюжете. С 19 по 21 октября в КФУ проходит Международный саммит культуры и языков на базе Института феологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого. В его рамках планируется обсудить вопросы взаимосвязи культуры и языка, связи многоязычности, поликультурности общества. Это большая площадка для обмена мнениями. В рамках саммита у нас запланировано проведение четырех международных конференций, а также семи симпозиумов и круглых столов. А также, в отличие от предыдущих лет, мы запланировали еще вечернее мероприятие «Вечер науки» на перекрестке семи наук. На форум приехало 250 ученых из многих городов России, Армении, Китая, Германии, Турции, Италии, Ирана, США, Украины, Японии и других стран. Основное направление работы форума, сопоставление и сравнительно историческое изучение культуры языков, а также клиническая прикладная лингвистика, билилингвальное образование, технологии интегрированного обучения. Запущено три пилотных проекта совместно с Казанским федеральным университетом, направленных именно на стандартизацию на нормы речи среди детей. Если все пройдет благополучно и Казанский университет сохранит свои лидирующие позиции, то данный проект будет выведен из стадии пилотного и будет применяться повсеместно. Для участников саммита это возможность обменяться мнениями и опытом с коллегами зарубежных стран, чьи взгляды системы образования существенно отличаются от принятых канонов в Восточной Европе. Все желающие параллельно могут расширить свои знания о науке и стать посетителями научной науки. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. В Казанском федеральном университете проходят события международного масштаба. Математический форум начал свою работу. Подробности смотри далее. В стенах Института психологии и образования с 18 по 22 октября проходит международный форум по математическому образованию. Проведение форума приурочено к 225-летию Николая Лобачевского, великого математика, научная деятельность которой связана с Казанским университетом. В данный момент именно геометрия Лобачевского занимается и играет большую роль в развитии математики. Форум посетили ученые из разных уголков мира. США, Франция, Белоруссия и многие другие страны приняли участие в научном форуме и поделились своим математическим опытом. У всех схожая позиция. Математическая школа России одна из самых сильных. Российская математическая школа очень известна во Франции. Я уверен, что мои коллеги, когда я вернусь обратно, зададут мне массу вопросов о том, какие вопросы были затронуты на этом форуме. В рамках этого форума 18 октября в шоу-руме Высшей школы журналистики и массовой коммуникации была проведена встреча студентов КФУ с американским профессором высшей математики Маратом Чушановым. Больше всего, конечно, меня обрадовало участие студентов и коллег, которые пришли на встречу. Вопросы студентов и вопросы коллег. Мне показалось, что у нас был такой непринужденный, живой разговор о проблемах и математики, и математического образования. В целом осталось приятное впечатление. Я надеюсь, что и у студентов, которые пришли на эту встречу, тоже было такое же впечатление. В форуме примут участие больше 200 специалистов в области математического образования. Главной темой обсуждения станет объединение творческих сил учителей и преподавателей вузов. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Буквально на пару часов Институт международных отношений и истории востоковеденников КФУ погрузился в мир удивительных контрастов. На этот раз ребята знакомились с культурой Бразилии. А представил ее студентом сам господин Инрике Морейро Коста. Чем запомнилась прошедшая встреча, расскажет Аделя Шамилова. А что вам приходит в голову, когда вы слышите слово Бразилия? Огромная континентальная страна с населением 200 миллионов человек имеет необыкновенно богатую и разнородную национальную культуру. Эта страна ярких смешений, именно этим она и привлекает к себе неподдельный интерес. К слову, среди студентов Казанского университета тоже есть поклонники бразильской культуры. О ней ребята узнают на многочисленных мастер-классах, форумах и открытых занятиях. На этот раз с культурологами и языковедами КФУ публичную лекцию провел Атташе по вопросам культуры третьего секретаря посольства Бразилии в Москве господин Инрике Морейро Коста. Для меня огромная честь посетить Казань и встретиться с казанскими студентами. Сегодня я им расскажу о нашей стране и о нашей культуре. Мы попытаемся избавиться от стереотипов, которые существуют относительно жизни в Бразилии и откроем для себя много нового и интересного. В нашем следующем сюжете смеяться не только можно, но и нужно. В Казани состоялось открытие второго международного стендап-фестиваля. Смотрим и заряжаемся хорошим настроением вместе с нашим корреспондентом Анной Глазуновой. Давай, пошутить. Здесь можно смеяться каждому, ведь гости пришли на открытие второго международного стендап-фестиваля, который проводится в городе Казани. Участники – это почти 100 человек со всей России, стран ближнего зарубежья, а также известные ребята из телевизионных каналов. Вот фишка открытого микрофона, в целом стендап от любого другого юмора, в том, что то, что говорит человек со сцены, знает только он. Мы даем возможность высказать ему, рассказать все, что угодно. Поэтому никакой редактуры. Все, что будут говорить ребята, для нас сюрприз. У каждого из участников есть всего три минуты, чтобы показать себя на сцене и заставить публику смеяться. Я узбек, и меня бесит стереотипы. Вот ужасно бесит. Недавно подошел знакомый и говорит, вы узбеки, вы делаете только шаурму, ремонт, грамматические ошибки. И я даже не обиделся. Я говорю, ладно, хорошо, это твое мнение. И нас забери свои ботинки, чини их сам и закрыл форточку, понимаете. Студент Казанского федерального сначала играл в Лиге университета, а сейчас решил попробовать себя в стендапе. Ты смешной только на сцене или вообще по жизни? Ну, по жизни. Я поэтому пошел на сцену. У меня была ужасная поясня сцены. Мне все говорят, иди на стендап, иди на стендап, КВНщик, иди, вот ты прикольный. Ну, просто сложно, если ты в жизни не смешной, сложно быть на сцене смешным. Сегодня стендап настолько популярен, что значение этого иностранного слова известного России почти каждому. В репертуар стендап-комиков, как правило, входят авторские монологи, короткие шутки, истории и импровизация залом. Зрители приходят сюда не за удивлением, а за шутками и хорошим настроением. Интересен юмором, в первую очередь. То есть, удивлять ничем никто не будет. Будет просто смешно, но смешно будет тем, кто сам хочет радоваться жизни, веселиться. Зрители станут главными судьями всего происходящего, ведь именно их реакция определит самого смешного стендап-комика. Самая главная мотивация для любого стендап-комика – это, на самом деле, смех в зале. Потому что это всегда непредсказуемо. Один и тот же материал в одном зале заходит на отлично, в другом зале может быть полная тишина. Поэтому приехать в другой город, тем более в третью столицу нашей страны, выступить, порвать зал своим юмором – это главная мотивация. Канал «Универ ТВ» будет освещать все выступления с международного стендап-фестиваля. На самом деле, в плане организации нам невероятно помогает студенческий канал «Универ ТВ». Нам приятно, что уровень нашего фестиваля, благодаря их участию, гораздо вырос. На протяжении трех дней будут проходить отборочные этапы, по итогам которых самые лучшие стендап-комики войдут в состав галоконцерта, где они поборются за главный приз в 50 тысяч рублей. Все было очень смешно. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. А на этом у меня все новости на сегодня. Надеюсь, твой день оказался удачным. С тобой был Оскар Галимов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова